Эрнст Теодор Вильгельм Гоффман родился 24 января 1776 года в Восточной Пруссии. Его родным городом стал Кёнигсберг. Родители быстро взошлись, и с четырех лет вплоть до университета он жил в доме дяди, успешного юреста, сирота приживых родителей. Мальчик рос замкнутым, чему способствовал его малый рост и облик уродца. Природа наделила его острейшим умом и наблюдательностью. Душа ребенка, подростка, тщетно жаждавшая любви и ласки, не ожесточилась, но израненная страдала. Показательно признание самого Гоффмана. «Юность моя, подобная из сушеной пустыни, без цветов и тени». Дядя воспитал в мальчике творческую личность и обратил внимание на его склонности к музыке и рисованию, хотя и настоял на том, чтобы Гоффман получил юридическое образование и работал в юриспруденции для обеспечения хорошего уровня жизни. Однако за время юридической деятельности его любовь к музыке не угасала. Душа его тянется к искусству, он мечтает посвятить жизнь музыке. Для начала Гоффман меняет свое третье имя Вильгельм на Амадей. В честь Моцарта, сочиняя музыкальные произведения, консультирует. В 1808 году Гоффман занимает пост капельмейстера при Бамбергском театре, а через шесть лет он уже дирижирует оркестром в Лейтцеге и Дрездене. В 1816 году он вновь возвращается в юриспруденцию, в Берлинский апелляционный суд, где и пребывает в должности советника до конца своей жизни. Сам Гоффман свое призвание видел в музыке, но славу приобрел писательство. Литературой же Гоффман занялся значительно позже. Дебют состоялся в 1809 году, когда была опубликована новелла «Кавалер Глюк». Первой сказкой Гоффмана стала сказка «Золотой горшок». Уже по ней стало ясно, что писатель из обыкновенной, обыденной жизни способен создать сказочное чудо. Затем были написаны сказки «Щелкунчик» и «Мышиный король». «Житейские воззрения кота Мура», «Песочный человек» и многие другие. В своих сказках Гоффман сталкивает с самую, что ни на есть узнаваемую реальность, с самой, что ни на есть невероятной фантазией. В результате сказка становится жизнью, а жизнь становится сказкой. Мир Гоффмана – это красочный карнавал, где за маской скрывается маска, где продавщица яблок может оказаться ведьмой, архивариос – могущественным саламандром, правителем Атлантиды, канонисы из приюта благородных девиц – феи. Персонажи Гоффмана часто изображаются неуклюжими, непривлекательными в одном мире, а во втором они преображаются в прекрасных личностей и даже животных. Последняя сказка Гоффмана – «Повелитель Блох». Он написал ее, не прерывая работы над романом «Житейские воззрения кота Мура», в котором домашние животные, кошки, собаки пародируют людские нравы и отношения. В «Повелителе Блох» дрессированные блохи тоже создают пародийную модель человеческого общества, где каждый должен чем-то сделаться или, по крайней мере, что-то собой представлять. Герой этой сказки Перегрин Устис, сын богатого торговца, решительно не желает чем-то сделаться и занять подобающее ему место в обществе. На грани сна и реальности происходят события в сказке. Начинаются они в чудесный рождественский вечер, когда господин Перегрин Устис, скромный и тихий человек 36 лет от роду, невольно оказывается втянутым в удивительные сверхъестественные приключения. Действие развивается столь стремительно, что герой сказки, а вместе с ним и читатель не всегда успевает понять, что происходит на самом деле, а что является лишь смутным воспоминанием. или игрой воображения. Каждую рождественскую ночь Тес устраивает себе праздник. Предварительно скупив массу сладостей и игрушек, он, воображая себя маленьким мальчиком, наслаждается подарками, а затем раздает их детям бедняков. В одну из таких ночей Перегрину встречает таинственную незнакомку, которая признается ему в любви и требует вернуть ей таинственного узника, якобы спавшегося у Тиса. Оказывается, что сам того не знает, Тис дал приют повелителю Блох, который до этого был пленником мистического двойника голландского естествоиспытателя Ливенгука. Незнакомка, представляющаяся как диртье Эльбердинг, является принцессой Гамахеи из Фомагусты, коварно убитой принцем пиявок и спасенной общими усилиями повелителя Блох, профессора Ван Ливенгука, гения Тетеля и чертополоха Цахирита. Каждый из этих персонажей претендует на обладание прекрасных принцесс. В результате многочисленных приключений Перегрину Стис обретает знания о самом себе как о мистическом короле, владеющем могущественным талисманом. Он находит и свое личное счастье с девушкой из бедной семьи честного переплетчика, которому он помогал долгое время, даря его детям роскошные подарки на праздники. А его друг Пепуш или же чертополох Цахирит женится на прекрасной Гамахее. В ту же ночь они превращаются в чертополох и тюльпан, нежно обнявшие друг друга. Энст Теодора Мадей Гоффман по праву считается одним из самых загадочных и непостижимых писателей в истории мировой художественной литературы. Его произведения обладают совершенно особой притягательной силой, не ослабевающей с течением времени. Свидетельством тому всплеск интереса к его творчеству, которые наблюдаются в последнее время, в том числе и в нашей стране. Его бессмертные новеллы, рассказы и романы одни из лучших в литературе 19-го столетия. Образы, созданные саркастическим умом Гоффмана, по сей день живут в кинематографе, на сцене театров всего мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова